На протяжении нескольких лет празднование Курбан-Байрама в общежитии Брестского государственного университета имени Пушкина проходит как большое семейное торжество. Здесь можно пообщаться с друзьями и коллегами, а также с удовольствием попробовать немного экзотичную, но очень вкусную кухню. Кто-то занимается питанием, кто-то организует другие вопросы, у них очень кропотливая работа проходит, потому что здесь как минимум много представлено еды, и одни девочки готовят мучные изделия, тесто готовят. Праздничное меню многообразно. Готовят тушеное мясо, жаркое, дополняя рисом, бобовыми и овощами. Не обходится без плова и шашлыка и других традиционных блюд. Особое место на праздничном столе отведено сладостям, которыми принято украшать столы и одаривать гостей. В Курбан-Байрам выпечка, как правило, готовится с использованием миндаля и изюма. Это всевозможные восточные печенья, пироги и бисквиты. Сюда я сам лично приехал 7 лет назад. И каждый год по мере возможностей мы отмечаем, но именно чтобы мы отмечали этот праздник, у нас есть желание и возможность предоставляет нам ректорат, деканат нашего университета. Для дорогих гостей здесь всегда большая развлекательная программа, в которой есть место национальным фильмам, рассказывающим об истории праздника, стихам и, конечно же, песням. Да, многие из этих иностранных ребят скучают по родине. Однако в такие дни с удовольствием отмечают. Белорусы – толерантный и очень отзывчивый народ. Они с интересом относятся к иностранным культурам, уважают и чтят традиции, живущие в других странах. Белорусам очень нравится, когда мы какие-то праздники организуем. Мы готовим очень много вкусного всякого, и они всегда рады помочь нам, поддержать. Они говорят, вы такие молодцы, нам все это нравится. И нам двойнее так приятно, что они нас поддерживают в чужой стране. Все-таки как-то все хорошо. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...